Часы-синема Константина Чайкина – единственные в своем роде часы-кинопроектор и единственные часы, дату рождения идей, которых мастер помнит точно. Часы-кинопроектор. Ни до, ни после Константина Чайкина часы с подобной функцией не делал никто. В них интересны не только технические решения, но и история, в которой были грандиозные пари, яркие изобретения, знаменитый советский фотообъектив и даже убийство. Не волнуйтесь, в последнем Константин не участвовал. Друзья, здравствуйте! С вами Вячеслав Медведев. Сегодняшнее кино про часы с кино. Я держал в руках много уникальных часов, но мало что вызывало у меня такой восторг, как вот эти. Синема от Константина Чайкина. Сложнейшее устройство. Кинопроектор, помещающийся на запястье. Можно смотреть время, а можно нажать на кнопку, которая оживляет фотографии лошади. И представить восторг, который испытывали жители 19 века, впервые столкнувшиеся с анимированными фотографиями. Второго такого механизма в мире не сделал никто. Но от всех других часы синема отличаются еще и тем, что дату рождения их идеи Константин помнит совершенно точно. 9 апреля 2012 года на странице гугла он увидел новость. Сегодня день рождения Мэйбриджа. Изобретатель зоопроксископа, предшественник и кинопроекторов. И подумал, а почему бы не реализовать похожее устройство в часах. Начало истории восходит к 19 веку. К пари на огромную сумму, которая, по легенде, Лэллен Стэнфорд, бывший губернатор Калифорнии, владелец железнодорожной империи и основатель Стэнфордского университета, заключил с двумя любителями скачек – Джеймсом Кейном и Фредериком МакКреллишем. Предметом пари на 25 тысяч долларов стал вопрос о том, отрывает ли лошадь во время галопа все четыре ноги от земли одновременно. Человеку ловить это движение не может. И решить вопрос Стэнфорд пригласил знаменитого фотографа Эдварда Мэйбриджа. Любители фотографий наверняка помнят объективы Гелиос. Это псевдонимы Мэйбриджа, под которым тот публиковал свои ранние работы – пейзажи. При финансировании Стэнфорда Мэйбридж построил фотодром. Вдоль бегового трека, с одной стороны, располагалась длинная белая стена, а с другой – 12 кабин с фотоаппаратами. К каждому шла нить. По треку скакала лошадь с жокеем, разрывая нить, она запускала затворы фотокамер. Получился прообраз фотофиниша. В 1877 году Мэйбридж провел съемку лошади «Оксидент». На одном из снимков, отправленных в местную калифорнийскую прессу, было видно, что все четыре ноги лошади находятся над землей. Однако ушлые газетчики заявили, что снимок был отретуширован и публиковать не стали. Спор не был разрешен. А дальше работы прервались. Мэйбридж был арестован за то, что застрелил любовника своей жены. Но, ко всеобщему удивлению, суд оправдал Мэйбриджа, сочетая, что тот действовал в состоянии аффекта. Да и вообще, после давней травмы головы дружил с ней не очень. Газетчики еще долго обсуждали, не было ли решения суда спонсировано Стэнфордом. А Мэйбридж готовил повторный опыт, который провел через год и уже в присутствии прессы. Результатом стала серия снимков «Галлоп Салли Гарднер», так звали лошадь, которая стала первой кинозвездой в истории. Снимки вызвали восторг ученых и негодование художников. На них видно, что все четыре ноги в одной из фаз движений действительно одновременно не касаются земли. Но почему негодовали художники? Потому что это происходит тогда, когда конечности собраны под телом, а не вытянуты вперед и назад, как это традиционно изображали в живописи. Мэйбридж опроверг Рафаэля, писали критики. А еще через год, в 1879, Мэйбридж изобрел устройство, которое позволяло проецировать полученные последовательные снимки в виде фильма. Этот прибор он назвал зоопроксископ. По сочетанию древнегреческих слов «животное», «движение» и «смотрю». Мэйбридж провел многие сотни съемок, которые позволили лучше понять движение животных и человека. Не учурался он и вот таких веселых историй. Со своим устройством он объехал Европу и Америку. Зоопроксископ подтолкнул Эдисона к созданию кинетоскопа. Оттуда был всего шаг до премьеры братьев Лимьер. Синема – кинопроектор на запястье. Сложнейшее устройство в форм-факторе наручных часов. И единственное в своем роде. Работу над синемой Чайкин начал с поиска информации о часах с похожей мультипликацией. В истории часового дела было множество движущихся устройств – автоматонов, жакемаров. Но, к своему удивлению, ничего похожего мастер так и не нашел. Хотя идея, казалось, лежала на поверхности. Как и в зоопроксископе Мэйбриджа, в основе часов Чайкина лежит диск. Константин счел, что на нем должна воспроизводиться легендарная серия фотографий с Салли Гарднер, только помещен он в миниатюрный механизм. У Мэйбриджа диск имел диаметр 12 дюймов – 40 см, а у Чайкина в 13 раз меньше – 32 мм. Но, чтобы поместить даже такой диск в часы, у прямоугольного корпуса потребовалось сделать специальные выступы. Просто повторить конструкцию в уменьшенном формате Чайкину показалось мало. В часы встроено несколько решений, которые были изобретены уже после Мэйбриджа. Диск с рисунками не просто вращается. Чтобы изображения не сливались, а воспринимались нами как движения, он должен двигаться шажками. Для этого в часы встроен обтюратор и так называемый Женевский привод. Женевский привод – механизм для превращения непрерывного вращательного движения в скачкообразное. Когда-то идею такого привода первопроходцы-кинематографа позаимствовали у часовщиков. Теперь он вернулся в часы-кинопроектор. А обтюратор – это механизм, который перекрывает окно в моменты смены картинок. Смена кадров в механизме анимации происходит за 0,07 секунды. С такой же скоростью работает привод и обтюратор. Это в разы выше частоты вращения баланса. Попробуйте привести другие примеры усложнений в часах, которые работают быстрее баланса. Или хотя бы один пример. Сложность задачи была очевидной, поэтому механизм создавался в несколько этапов. Сперва макет механизма был сделан из пластика и в увеличенном масштабе. Затем из металла – один к одному. И только после отладки взаимодействия всех деталей Константин приступил к созданию чистового варианта механизма. Работа началась в апреле. А уже в июне были разработаны основные параметры конструкции и подана заявка на патент. Презентация готовых часов прошла ровно через год, в день рождения Мэйбриджа. 9 апреля 2013 года. А через две недели Чайкин демонстрировал их уже на главной часовой выставке мира в швейцарском Базеле, где новинка получила восторженные отклики. И на то были причины. Как уже говорилось, это первые, единственные часы в своем роде. Во-вторых, они четко отражали идею проекта. В дизайне часов синема Константин стремился выразить ощущения тех времен, когда кино и фототехника были еще механическими. Мы видим прямоугольный металлический корпус со слегка скругленными углами, черный рельефный декор, рифленые боковые поверхности. Часовая и минутные шкалы напоминают кольца объектива старинной фотокамеры, стрелки, рычаги взвода затвора и перемотки пленки. Сходство усиливается благодаря выпуклому стеклу линзы. Кстати, при создании синема Константину пришлось освоить и оптику. Он сам рассчитывал параметры окуляра, через которые мы видим движение лошади. Позже опыт в оптике пригодился ему при создании Джокера Селфи, где в одну из глазниц встроена лупа часовщика. В-третьих, это люксовые часы, выполненные по всем канонам жанра. Кино это не только техника, а прежде всего искусство. Константин с самого начала хотел, чтобы синема соответствовали самым высоким стандартам финишной отделки. Механизм полностью произволится на мануфактуре Константин Чайкин. В его отделке применены классические техники. Женевские полосы и жемчужная шлифовка. Полировка фасок и углублений под винты. Вручную сделанный англаш. Гливанические покрытия родием и позолотой. Особый восторг ценителей механики вызывает 5 золотых шатонов, два из которых закреплены винтами. И фирменный градусник Пакман, разработанный Константином Чайкиным. Всего в калибре 283 детали. Симметрично по бокам корпуса расположены кнопка включения анимации и заводная головка. Они напоминают кнопку спуска и головку обратной перемотки на фотокамере. В механизме использованы два барабана. Один для хода часов, второй для модуля анимации. Энергии второго барабана хватает на просмотр минифильма в течение 20 секунд. Заводится механизм одной головкой. Если вращать ее по часовой стрелке, заводится механизм часов. А против часовой – механизм анимации. Диск с 12 картинками совершает оборот за секунду. Смена кадров происходит за 0,07 секунды. С такой же скоростью работает и обтюратор. Это в разы выше частоты баланса. Самого быстрого элемента обычных механических часов. Чтобы обеспечить стабильную скорость вращения диска, независимо от раскрутки пружины, Чайкину пришлось придумывать специальные решения. Синема очень редкий пример часов, на которых написано два имени. Константина Чайкина, их создателя, и Эдварда Мэйбриджа, автора идеи зоопроксископа. Когда появился этот прибор, современники писали, Мэйбридж сумел продемонстрировать движение времени. Или время в движении. Как вы думаете, что бы они сказали про Часы Синема? Напишите ваши варианты и подписывайтесь на нас на всех площадках. YouTube, Telegram, VK, Яндекс.Дзен. Впереди еще много историй о том, как создавались красивые вещи и сложные механизмы. В том числе в России. До новых встреч, друзья! Субтитры создавал DimaTorzok